Всем привет! Я Ира, или гид в шляпе. Вот, небезызвестный вам всем Павел Перец в прошлом году приезжал в город Донецк. О впечатлениях от этого города можете уточнить у него. Но в этом году он приезжать не стал, зато заслал гонца, то есть меня. Поэтому я проведу вам экскурсию по моему родному городу сегодня. Чтобы не начинать вам нудный рассказ с истории этих земель с бронзового века, скажу, что Донецку в 2019, то есть в прошлом году, исполнилось 150 лет официально. Ну, естественно, первые поселения здесь были задолго до. Упоминания есть о поселках, а также о маленьких шахтах, которые были на территории этой области еще с 1780-х годов. Жители занимались земледельчеством, скотоводством. Здесь были степи, здесь были кочевники, скифы, сарматы. Но помимо земледелия и скотоводства, жители данной области занимались еще и копанием земляного горючего камня. Часть территории современной Донецкой области контролировалась казаками войска Донского. И граница территории, соответственно, Донского казачества проходила по реке Кальмиус, которая протекает здесь, в Донецке. А с другой стороны территория принадлежала уже казакам Запорожского войска. В 1696 году возле этих мест проезжал из своего азовского похода, возвращаясь, Петр I. Ему сказали об этом горючем камне. Он очень заинтересовался и сказал, «Этот камень, если не нам, то нашим потомкам взяло полезен будет». И эти его слова оказались пророческими. В 1722 году Петр I поручает Григорию Капустину первую экспедицию и разведку месторождений угля, что и было успешно осуществлено. На севере современной Донецкой области, на территории реки Северский Донец, находят первые крупные месторождения и начинают разработку. А уже позже правительство Российской империи поручает князю Кочубею, который, кстати, родился и жил в Санкт-Петербурге, построить здесь, рядом с шахтами, первый металлургический завод. И что же сделал князь Кочубей? Итак, князь Кочубей, получив распоряжение построить здесь первое предприятие металлургическое, не стал заморачиваться этим вопросом и продал концессию за 24 тысячи фунтов стерлингов предпринимателю, британцу Джону Юзу. Джон Юз, британец валийского происхождения, предприниматель, промышленник, приехал сюда и в 1869 году основал здесь первый металлургический завод и Новороссийское предприятие каменноугольного и железного производства. Первое крупное подобное предприятие в Российской империи. В 1872 году здесь выплавили первый чугун. Здесь же он и жил. И вот к вопросу про сохранение культурных ценностей, Донецк, естественно, город промышленный, город бизнеса и вовсе не туристический. Мне всегда было жаль, что не сохраняют здесь некоторые исторические здания, как, например, тот же дом Джона Юза. Он выкупил землю рядом с заводом, чтобы на работу далеко не ходить и построил одноэтажный дом в стиле неоренессанс, небольшой, из красного кирпича. Позже приехала его жена с дочерью и сказала, фу, какой маленький дом. Дом пришлось перестроить в два этажа. Это достаточно был такой роскошный особняк на тот момент. Вокруг, сами понимаете, промышленная зона и такой шикарный дом. В начале 20 века Юзы покинули Донецк навсегда. И надо сказать, что Джон Юз в итоге умер в гостинице «Англитер» в Санкт-Петербурге. Ну, естественно, год 1869 считается по праву годом основания Донецка, а Джона Юза считают основателем города. Я не случайно хочу показать вам вот это здание, поскольку это одно из первых сохранившихся в Донецке зданий. Дело в том, что вот эта территория, на которой мы сейчас находимся, это территория более старая, близко к Донецкому металлургическому заводу, где, в общем-то, поселок изначально и формировался. Поэтому и здания здесь, естественно, более старые. Но конкретно это здание построено в 1883 году специально для гостиницы. И как сейчас она называется Великобритания, так она называлась и тогда. И очень долгое время это была единственная гостиница в городе. Сначала здесь построили два этажа, потом настроили третий этаж. И интересно, что тогда это была прям высотка, небоскреб. Других высоких таких зданий не было. Здесь в разное время жили такие небезызвестные вам личности, как Владимир Маяковский, Александр Куприн или Константин Паустовский. Даже у Паустовского в одной повести есть точное описание этой гостиницы. Вот могу вам его процитировать. Стены ее были выкрашены в цвет грязного мяса. Но это владельцу гостиницы показалось скучным. Он приказал покрыть стены модной тогда декаденской росписью, белыми и лиловыми ирисами и кокетливыми головками женщин, выглядывавшими из водяных лилий. Ну, можно себе представить эти головки с лилиями. А позже Великую Отечественную войну, а на сущном. Здесь был бордель, в который ходили немецкие офицеры. Еще один памятник истории архитектуры нашего города. Так называемый дом Кроля. Принадлежал он, соответственно, Кролю и построен в 1903 году. А в то время, какой у нас стиль был в моде, стоит пойти на петроградскую сторону в Петербурге, чтобы понять это правильно. Стиль модерн. Кроль торговал облицовочной плиткой, которую производили в Бобруйске. И мы сейчас на здании можем увидеть эту плитку вон наверху. Здесь у него в доме находилась печь, в которой он обжигал кирпичи и продавал их. А в подвале хранились бутылки с соляной и серной кислотой тоже на продажу. В 1980-х годах существовал проект восстановления города под названием Старая Юзовка. Но он, к сожалению, не был осуществлен. Но некоторые здания все-таки сохранили. И сейчас мы можем увидеть еще один буквально фасад. Старое купеческое здание, конец 19 века. Оно не сохранилось, но сохранили фасад. И когда на этом месте строили пластиковый современный торговый центр, фасад, к счастью, сохранили и вписали его. Насколько грамотно судить вам, но тем не менее вписали в фасад торгового центра. У нас город современный, европейский, можно сказать. В нем очень большое количество, значительное, торговых центров, бизнес-центров. Один из них, в который вписан тот самый купеческий фасад, это Гринклаза. Вот такая вот высотная стекляха. Когда-то, впервые, когда ее построили, она заняла первое место в каком-то там украинском конкурсе среди бизнес-центров. То есть, можно сказать, была признана лучшей. В начале войны, в 2014 году, она очень сильно пострадала при обстрелах. Половина из этих стекол вылетела. И до недавнего времени была закрыта просто фанерками. Буквально сейчас ее отреставрировали, отремонтировали. И теперь она как новая. Вот, пользуясь случаем, хочу вам показать интересный артефакт. Это проходческая машина для шахты. Специально, чтобы бурить внутрь породы, добывая уголь. Вот такая вот штука. Мы сейчас с вами находимся на главной площади города. Это площадь Ленина, закономерно. Вот он стоит, живой, молодой, как обычно, в отличие от многих других городов Украины. Здесь у нас проходит улица Артема. Это главная, соответственно, улица города, когда-то называлась Первая линия. Она очень длинная, 10 километров примерно. Для сравнения, Невский проспект, 4,5 километра от Донецкого металлургического завода, от самого юга, самой старой части города, и заканчивается железнодорожным вокзалом. Что мы здесь видим еще? Интересный артефакт, прекрасное предприятие, ресторан Дон Мак. Когда-то это был Макдональд, теперь это Дон Мак. Здесь вот это вот здание, это в советское время было Министерство угольной промышленности. Теперь там ДНР. И за мной фонтан. Возможно, сейчас произойдет магия, и вы увидите фотографию работающего фонтана, но, к сожалению, сейчас он выключен. А с этой стороны площади у нас Донецкий драматический театр, музыкальный, академический, национальный. Он был основан в 30-е годы 20-го века. Там три сцены. И, надо сказать, к вопросу про театров, не так их уж и много здесь. Но, тем не менее, драматический театр, оперный театр и филармония здесь находятся совсем рядом. Надо сказать, что всегда наши театры пользовались популярностью. Люди любят здесь культуру, не только бизнес и промышленность. И с начала войны культурная жизнь стала особенно актуальна. Люди хотят отвлекаться от этой серой действительности, поэтому билеты сейчас на спектакли раскупают. За месяц их уже нет. И очередь выстраивается длиннее, чем в Эрмитаж. И вон то здание за моей спиной. Это знаменитая в Донецке гостиница Донбасс Палас. Пять звезд у нее статус. И, насколько мне известно, в Украине это была первая пятизвездочная гостиница. Во всяком случае, в 2005 году она была признана ведущей гостиницей Украины. Не в Киеве, а у нас здесь, в Донецке. Построено здание было в 30-е годы. Образец пышной сталинской архитектуры. В начале 2000-х новые владельцы приняли решение, что здание нужно полностью разрушить, взорвать и отстроить заново. И так и было сделано. Его отстроили в первоначальном виде, то есть по образу и подобию. В Великую Отечественную войну там располагался штаб гестапо, поскольку Донецк и Донецкая область были под оккупацией. А сейчас, пользуясь случаем, хочу передать привет Павлику из Питера и всем мемориальным табличкам Санкт-Петербурга. Я вас сейчас привела к вот этой табличке, посвященной Владимиру Дегтяреву. Он работал в этом здании. И почему, спросите меня вы? А вот почему. Дегтярев был секретарем обкома партии в 60-х годах. Дело в том, что есть у разных городов разные неформальные названия. Ну, например, у Петербурга есть неформальное название Северная Венеция или Северная Пальмира. У Донецка тоже есть такое неформальное название. Донецк называют городом миллиона роз. Почему? Потому что этот самый Дегтярев в 60-х побывал в Версале и очень впечатлился местными розариями. По другой версии, количество населения города достигло 1 миллион, и он захотел каждому жителю подарить по кусту роз. Но в любом случае, вернувшись оттуда, он принял решение, что нужно город озеленять и более того, садить именно розы. И вместе с директором ботанического сада они разработали проект по посадке роз по всему городу. Их было огромное количество, действительно миллион. В 90-х годах эта традиция немного была подзабыта, но в 90-х всем было не дорос. А в начале 2000-х ее постепенно возродили. И сейчас в городе каждый год высаживают около 2 миллионов кустов роз. Вот почему Донецк – это город роз. И такая политика в сфере озеленения города имела очень интересные последствия. Буквально через 10 лет, в 70-х годах ЮНЕСКО признала Донецк самым зеленым промышленным городом в мире. Вот какой у нас был рекорд. Мы сейчас с вами находимся на бульваре Пушкина. Это такая у нас прекрасная прогулочная зона в центре Донецка. Когда-то здесь провели полную, тотальную реконструкцию, и он вообще стал прекрасен. Это место притяжения и дончан, и гостей города. Сейчас их не так много, когда-то их было здесь больше, но тем не менее. Вот это место, благодаря бюсту Пушкина, в честь которого назван, собственно, бульвар, называется в народе Голова. Где мы с тобой встретимся? На голове. Понятно. Драмтеатр вид сзади, я про него вам уже говорила. Дело в том, что я, к сожалению, не могу вам показать всего бульвара. Надеюсь, что только кусочками, поскольку вообще-то в Донецке сейчас снимать запрещено. И во многих местах это очень жестко контролируется военными, поэтому мы немножечко шифруемся по кустам. Идем. Мы все еще с вами находимся на бульваре Пушкина. И я сейчас вам покажу несколько монументов. Они, естественно, современные. Когда их поставили, мы гадали, что же из них что. Давайте попытаемся догадаться вместе. Символизируют различные направления развития Донецкого региона. Первый из них – цветущий город-сад. А внизу – каменный уголь. Строительство и архитектура. Это, конечно же, спорт. Металлургия. Это символизирует науку. Ну и, конечно же, то, о чем вы уже знаете – город Рос. Привет, птичка! Ну вот мы с вами дошли и до главного артефакта. Это, конечно же, уменьшенная копия. И называется Пальма Мерцалова. Оригинальная Пальма Мерцалова была создана в конце 19 века кузнецом по фамилии Мерцалов на Донецком металлургическом заводе. В чем ее уникальность? Дело в том, что он вместе с помощниками выковал Пальму из единого рельса без использования дополнительных элементов, каких-либо клепок, без сварки. Пальма Мерцалова участвовала в 16-й Всероссийской выставке промышленного и художественного искусства в Нижнем Новгороде, а затем получила в 1900 году гран-при на выставке в Париже. Впоследствии было изготовлено довольно большое количество копий Пальмы. Здесь, в Донецке, находится несколько копий, в том числе и уменьшенных. И Донецк в разное время дарил разным городам и организациям соответственно копии этой Пальмы. Она является символом и располагается, изображена на гербе Донецкой области. Ну и где же оригинальная Пальма? Может быть, спросите меня вы. А я вам скажу, что оригинальная Пальма находится в Музее Горного Института в городе Санкт-Петербург. В начале 2000-х годов велись переговоры между Донецком и Санкт-Петербургом на предмет того, чтобы вернуть оригинал Пальмы обратно в Донецк, но успехом эти переговоры не увенчались. И Пальма оригинальная по сей день находится там. Еще существовал в начале 2000-х интересный проект под названием «Донбасс на вершинах мира», организованный Донецкой Федерацией альпинистов и туризма. Были изготовлены копии Пальмы, небольшие, примерно по полметра, и их поднимали на самые высокие вершины мира. Например, Пальма Мирцалова побывала на Эльбрусе или на Килиманджаро. Одну из копий, точных копий Пальмы Мирцалова Донецк подарил Москве. Москва в долгу не осталась и подарила нам точную копию царь Пушки или максимально точную. Здесь 24 элемента и она собиралась как конструктор. Отдельно голова льва, отдельно узоры, отдельно ядра. Покрашена в свой цвет, в местный, для лучшего сохранения. Но, во всяком случае, вот такой вот у нас есть монумент. А за моей спиной памятник Анатолию Соловьяненко. Это оперный певец, золотой голос, народный артист СССР. Дело в том, что он дончанин. Он родился здесь, в семье шахтеров, учился в Донецком политехническом институте. Позже занялся пением и стажировался он в Милане, в Ласкало. Был солистом Киевского оперного театра и в его честь назван наш Донецкий театр оперы и балета. Дело в том, что иностранцы, раньше приезжая в наш город, очень интересовались всегда этим памятником и спрашивали, думая, что это король рок-н-ролла, они спрашивали, а почему у вас тут Элвис такой золотой? Ну, я художник, я так вижу. Здесь у нас располагается кинотеатр имени Шевченко, это старейший кинотеатр в нашем городе, ну и оперный с собственной персоной. Основан был театр в 1932 году, руководил постройкой здания, тот самый Кроль, здание, дом, которого я показывала вам чуть раньше, в стиле модерн, который. Здесь у нас сейчас руководителем Вадим Писарев в танцевальном мире, в мире балета достаточно известный человек, потому что он весьма именит и как хореограф, и как, собственно, танцор. К вопросу про театры, с начала войны, в 2014 году театр, ну физически он не пострадал, в него попаданий не было, все оборудование сохранилось, но вот экономически очень сильно. Сотрудники не получали заработную плату, просто нечем было платить, и он какое-то время не работал, но уже в октябре они смогли восстановить работу, и дали премьеру в тот год, осенью, оперетой летучая мышь. И, кстати говоря, в 2014 году к нам сюда приезжала Анна Нетребко и пожертвовала 1 миллион рублей театру на восстановление. Один из монументов, танк Т-34, с одной стороны, ничего такого, в 60-е годы их ставили по всему ныне постсоветскому пространству, но конкретно этот танк связан с именем полковника Гринкевича, освободителя Донбасса. Дело в том, что доподлинно неизвестно, то ли он принадлежал самому Гринкевичу, то ли это был первый танк, который вошел в Донецк при освобождении Донбасса. Дело в том, что есть очень важная дата, для меня теперь это двойная дата, 8 сентября. С одной стороны, 8 сентября это день освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков в Великую Отечественную войну, с другой стороны, 8 сентября это день начала блокады Ленинграда в 41-м году. Мы сейчас с вами пришли в очень красивое место, один из лучших парков в Донецке и, пожалуй, весьма уникальное место, потому что в Украине такого точно больше нет, в других странах не знаю, может быть, напишите мне об этом, если вы знаете аналогичное сооружение. Дело в том, что парк, это называется парк кованых фигур, основан в 2001 году кузнечным предприятием Гефест, фестиваль кузнецов, который проходил здесь ежегодно, каждый год кузнецы со всего, пожалуй, мира, съезжали сюда на фестиваль, изготавливали свои конкурсные работы и традиционно все конкурсные работы дарили после этого городу и устанавливали здесь, поэтому сейчас здесь достаточно на такой необширной территории находится более 220 разных фигур. когда началась война в 2014 году фестиваль хотели отменить, но в итоге было принято решение все-таки его провести и он был сокращен до одного дня, очень многие не приехали, но прислали свои работы, например, Австрия, Германия, Нидерланды, Норвегия, ну и многие города России, Москва, Пермь, Санкт-Петербург. А тематикой фестиваля в 2014 году стала тема «Голодь мира», и это было первое массовое мероприятие, которое провели с момента начала боевых действий в Донецке. А вот это место называется «Втутгородок». Почему? Дело в том, что здесь сосредоточено максимальное количество корпусов и общежитий разных университетов, например, Донецкого национального технического университета, который был Донецким политехническим институтом когда-то, Донецкого национального университета, моего родного универа, торгового, ну и так далее. Здесь показался из-за деревьев Преображенский собор. Дело в том, что это наводил, он построен был в начале 2000-х, но по точному проекту исторического здания Спасо-Преображенского собора, который был построен первым в конце 19-го века в Донецке. Ну и хотела, конечно, вам тут показать один проходной двор, не питерский, конечно, донецкий, но, к сожалению, он оказался закрыт. А внутри этого двора один из студ-клубов, в которых когда-то играли наши известные донецкие КВНщики. Ну, например, Сергей Сивоха, небезызвестный вам, возможно, шоумен, начинал играть как музыкальный талант в команде Донецкого политехнического института. Или, например, Александр Риева, который в 90-х входил в команду Донецка, а потом перешел в утомленных солнцем. Здесь очень хорошо видны Донецкие горы, терриконы. Террикон от французского коническая насыпь, это, собственно, горы, холмики, которые образовались в результате добычи угля. Вся лишняя порода вываливается на поверхность и складируется таким вот конусом. Кстати, подниматься на них не рекомендуется, поскольку они могут гореть в результате процессов, которые происходят с этой породой, образуются газы, само возгорание. В советское время терриконы активно озеленяли и вообще, в принципе, очень много терриконов из центра города было вывезено, но по всей Донецкой области, если так проехаться, ровная степь и возвышаются эти прекрасные горы. Ну и наша жемчужинка стадион Донбасс-арена. Это моя личная любовь. Построен он был в 2009 году и являлся домашним стадионом футбольного клуба «Шахтер». Здесь проводилась масса матчей. Сейчас, естественно, он стоит относительно в запустении. помимо самого стадиона здесь была устроена очень классная инфраструктура. Туда вниз уходит огромный парк вокруг самой арены, фан-кафе, музей и так далее. В 2012 году Украина совместно с Польшей принимала чемпионат Евро 2012. И здесь на стадионе проводились три матча группового этапа, один матч четвертьфинала и один матч полуфинала чемпионата. Помимо прочего сюда приезжал когда-то кубок УФА в рамках мирового тура. В 2014 году, когда началась война, ее очень сильно обстреливали и результат этих обстрелов мы можем видеть и сейчас. Вот там закрыто фанерками, деревяшками, не знаю чем, но в общем до сих пор ее не отреставрировали. Был тут размещен гуманитарный штаб, выдавали продуктовые наборы жителям. Ну и естественно ее не используют сейчас по назначению никаких концертов, никаких футбольных матчей, зато здесь иногда проводятся сюрприз экскурсии. Пару слов стоит упомянуть о знаменитых дончанах. Один из них Иосиф Кобзон. Он родился в небольшом городке Часавьяр Донецкой области и входит в книгу рекордов России как самый титулованный артист и являлся почетным гражданином 28 городов, а здесь поставлен ему прижизненный памятник. Кроме прочего, стоит назвать Архипа Куинджи. Он родился под Мариуполем и, конечно же, всем известны его картины Днепр утром и лунная ночь над Днепром. Неудивительно, он из этих мест и писал Днепр. Также знаменитый гражданин Сергей Прокофьев, всемирно известный музыкант и в представлении не нуждается. Первую свою оперу он написал в 9 лет. У нас в Донецке аэропорт был назван в честь Сергея Прокофьева. Знаменит также актер Леонид Быков, он также родился в Донецкой области. В бой идут одни старики, это классика, я считаю. Также наш Донецкий. хорошо в краю родном пахнет пивом и углем. Здесь у нас стенды. А вот кстати Донецкий монумент памятник шахтеру. Шахтер протягивает кусок угля и надо сказать, что в народе этот памятник называется «Меняю уголь на хлеб». Ну, такое ироничное название. Мосты донецкие не разводные, конечно, но тем не менее. Донбасс арена изнутри оперный. Панорама Донецка с Донецкими горами. Наш многострадальный аэропорт. опять же наш знаменитый стадион. И стоит обратить внимание на вот этот вот логотип, если можно так сказать, символы Донецка. Роза и уголь. И кстати, можете немножечко погуглить или на ютубе найти промо-ролик Донецк как Евро 2012. Это, конечно, промо, реклама для привлечения в наш город на тот момент туристов, не только футбольных болельщиков, но и просто различных иностранцев. Но сделан он очень красиво и показывает всю действительно красоту и силу нашего города. Ну и чтобы подытожить мою небольшую экскурсию по Донецку, хочу сразу сказать по поводу звука. Я с телефоном вот так не случайно, потому что записываю звук и надеюсь, вам будет что-то слышно. У меня не подключился микрофон. Если честно, здесь в городе, в котором ведутся боевые действия, не в самой приятной обстановке, очень сложно было оперативно решить вопрос со звуком, поэтому прошу прощения. Я надеюсь, что вам было интересно хотя бы немного послушать рассказ про мой родной город. По классике жанра я бы должна была сказать приезжайте посмотрите все сами, но думаю, что подобный мой призыв останется без ответа. напоследок хотелось бы закончить строчкой, которая символизирует девиз Донбасса возможность доказана делом, чего и вам всем желаю. Спасибо за внимание, всем пока. Редактор субтитров Субтитры создавал DimaTorzok